МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер! Сегодня среда, 11 ноября. Как всегда в это время в эфире новоурайской вещательной кампании информационная программа «Объектив». Самые актуальные новости нашего города. В студии Альбина Бабкова. Смотрите далее. В Свердловской области принята стратегия социально-экономического развития до 2030 года. Территориальный комитет профсоюза отчитался о проделанной за текущий год работе. На Урале открыт сезон простуд. Медики говорят о том, что пока эпидемический порог по заболеваемости респираторными инфекциями не превышен. Новоурайские учителя вышли в финал конкурса «Школа Росатома». В Свердловской области закладываются основы развития региона на ближайшие 15 лет. Проект основного стратегического документа «Стратегия социально-экономического развития» до 2030 года. Он уже разработан и представлен губернатору. Согласно стратегии, в 2030 году Свердловская область войдет в десятку лучших регионов России по индексу человеческого капитала, а продолжительность жизни повысится до 77,5 лет. Сейчас она составляет 69 лет. Документ предусматривает вхождение Свердловской области в пятерку лучших регионов России по уровню привлекательности инвестиционного климата и рост объема промышленного производства в два раза. Губернатор Евгений Куева, шеф, отметил, что в стратегии 2030 выстраивается единство трех составляющих – человек, инвестиции, наука. В стратегии выстраивается единство трех составляющих. Первый – это человеческий фактор, современный, здоровый, образованный человек, мотивированный на повышение квалификации, создание семьи, творчество и развитие. Второе – это инвестиционные ресурсы для реализации приоритетных проектов. Нам нужны не воздушные замки, а обоснованные, строго просчитанные и обеспеченные ресурсами решения. И третье – научно-технологический прогресс и внедрение инноваций в производство. Только развивая и ускоренно внедряя научные достижения, можно успешно конкурировать за человеческие ресурсы и новые рынки. Долгосрочная стратегия – это основа для разработки государственных программ Свердловской области, схемы территориального планирования и планы мероприятий по ее реализации. Такая постановка вопроса требует максимально четко выверить все ориентиры, ведь на их основе строится оперативная деятельность по развитию региона, формируются бюджетные расходы, принимаются управленческие решения. В проекте стратегии нашли отражение комплексные проекты, над которыми мы уже начали работу. Прежде всего, речь идет о реализации активной промышленной политики, комплексных программах Уральская инженерная школа, здоровье уральцев, проектов по развитию технопарков и индустриальных парков, особоэкономической зоны, агломерации и транспортный логистический хаб. В разработке проекта стратегии принято участие представители бизнес-сообщества и науки, региональной и муниципальной власти, более 200 федеральных и региональных экспертов. Свердловская область – третий регион России, где разработан и принимается такой важный документ. А эстафету разработки стратегии развития до 2030 года уже приняли и муниципалитеты Свердловской области, в том числе и Новоуральский городской округ. В стратегии учтены абсолютно все отрасли жизнедеятельности, особое внимание уделено экономике и привлечению инвестиций, ведь именно от состояния этих сфер зависит финансирование всех остальных. Бюджетном послании главы Новоуральского городского округа Владимира Машкова говорится о том, что сформирован инвестиционный паспорт Новоуральска. В сети создан инвестиционный портал Новоуральского городского округа. Состоялось открытие единого бизнес-центра. Теперь на одной территории будут работать Фонд поддержки предпринимательства, Новоуральский бизнес-инкубатор и Торгово-промышленная палата. Все это позволит повысить качество предоставляемых услуг субъектам малого и среднего бизнеса. Новые возможности в плане привлечения инвестиций для нас открываются с реализацией федерального закона о территориях, опережающих социально-экономическое развитие. Далее ТОСР. Работа в этом направлении активно началась в текущем году. Совместно с Госкорпорацией Росатом и ООО ХК определены 6 потенциальных инвестиционных площадок и 23 инвестиционных проекта. Все это нам может дать порядка 80 миллиардов рублей. Все проекты оцениваются с созданием более 2000 новых рабочих мест. С каждым годом возрастает масштабность и значимость выставки «Инна на Уральск», которая сегодня превращена в инвестиционный форум. В результате, и это отметил в своем бюджетном послании губернатор, Новоуральский городской округ сегодня один из наиболее инвестиционно привлекательных городов в области, несмотря на то, что является закрытым. Сейчас ведется активная работа над проектом документа по стратегии социально-экономического развития округа до 2030 года. Городская администрация приглашает всех неравнодушных новоуральцев ознакомиться с проектом документа. Его можно найти на официальном сайте Новоуральского городского округа. Адрес сайта вы видите на экране. К другим темам. На традиционной отчетно-информационной конференции городского профсоюза делегаты ознакомились с итогами работы организации в уходящем году. За этот период профсоюз достиг значительных подвижек в заключении коллективных договоров и в работе над территориальным соглашением. На конференции побывала и наша съемочная группа. Тему продолжит Антон Сапогов. Коллективный договор это базовый документ, который защищает права работника помимо Трудового кодекса. Трудовой кодекс регламентирует далеко не все взаимные обязательства работников и работодателей. Чтобы заполнить эти пробелы необходим подробно расписанный коллективный договор. Профсоюзные работники называют его «малая конституция предприятия». Если коллектив при заключении договора настоял на каких-то льготах, например, на дополнительных премиях, работодатель должен соблюдать эту норму. Сегодня, подводя итоги по полугодиям, а мы по полугодиям подводим итоги, люди конкретно видят, что записано в коллективном договоре, что исполнено, что не исполнено. Грамотно составленный коллективный договор очень важен в решении денежных вопросов. Если в нем не прописана ежегодная индексация заработной платы работников, то их доходы год за годом будет подъедать инфляция, и работники будут постепенно беднеть. Профсоюз не устает напоминать работодателям о необходимости регулярной индексации зарплаты. И если не на всю величину инфляции, то хотя бы на несколько процентов. Мы настаиваем на том, чтобы не только слово «индексация» было прописано, но и порядок индексации, чтобы работники понимали, с какого числа, какого месяца им будет проведена индексация, на какой уровень, либо уровень инфляции, что записано в законодательстве, либо все-таки учитывая финансовые возможности, учитывая кризисное время, конкретный процент индексации 5, 7, 10 и так далее. Поэтому работники вот это сегодня почувствовали значительно и понимают, что то, что записано в коллективном договоре, работодатель обязан выполнять. Антон Сапогов, Павел Сизов, Новоуральская обещательная компания. Установившаяся на Урале морозная, по-настоящему зимняя погода дала начало сезонному росту заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. И хотя случаев гриппа пока не выявлено, специалисты советуют беречь свое здоровье и начинать профилактические мероприятия уже сейчас. По данным еженедельного мониторинга, в настоящий момент на территории Новоуральского городского округа наблюдается достаточно низкая заболеваемость вирусными инфекциями. Это касается всех возрастных групп и взрослых, и детей. Так, со 2 по 8 ноября зарегистрировано 425 случаев. Эпидемический порог по вирусным инфекциям не превышен. Более того, он ниже допустимого на 31%. Проведя анализ заболеваемости ОРВИ, по сравнению с сентябрем месяцем 2015 года, в октябре было зарегистрировано 2400 случаев респираторных вирусных инфекций, что на 12,8% ниже по сравнению, чем в сентябре. В сентябре было 2755 случаев. Но хочу отметить, что наблюдается рост заболеваемости вне больничными пневмониями. Так, в октябре было зарегистрировано на территории Новорольского городского округа 68 случаев заболевания пневмониями, что в полтора раза выше, чем в сентябре 2015 года. Пневмония или воспаление легких является следствием недолеченных вирусных инфекций, хотя бывают случаи и самостоятельного возникновения этого заболевания. Как правило, оно встречается среди лиц пожилого возраста, имеющих в анамнезе хронические болезни внутренних органов. Но медики спешат успокоить количество зарегистрированных случаев пневмонии не превышает среднестатистические показатели прошлых лет. Специалисты говорят о том, что главная мера профилактики вирусных инфекций, а особенно гриппа, это своевременная вакцинация. Сколько новоуральцев уже получили вакцину и как выполняется календарный план по вакцинации в нашем городе, смотрите в пятничном выпуске информационной программы «Объектив. Итоги». Во всероссийском центре Орленок началась новая отраслевая смена, где отдыхают и новоуральцы. Ежегодно в дни осенних каникул в Орленок едут наши дети. Такой шанс предоставлен лишь избранным учащимся атом-классов. Пять десятиклассников лицея 58 будут учиться и погружаться в атмосферу в течение трех недель. Приедут ребята в начале декабря. И это еще не все хорошие новости. Новоуральские учителя вышли в финал конкурса «Школа Росатома». Рассказывает Наталья Ребрищева. Всероссийскому проекту «Школа Росатома» уже пять лет и каждый год наши педагоги и дети становятся дипломантами конкурсов в рамках этого проекта. И 2015 год не исключение. Мы первые вошли в сеть общеобразовательных учреждений «Школы Росатома», в которых внедряются новые образовательные стандарты. А еще наш город буквально на днях выиграл мероприятие для талантливых детей по направлению искусства и творчества. А в субботу стали известны финалисты конкурса учителей в рамках проекта «Школа Росатома». Галкин Сергей Михайлович гимназия 41 и четыре три вернее учителя гимназии Ваганов Александр Александрович Девятайкина Галина Леонидовна и Патракова Екатерина Анатольевна. Пять человек и я шестая как муниципальный координатор мы поедем уже буквально 15 ноября на финал конкурса в Заречной Пензенской области где и будут подведены окончательные итоги и тогда будет понятно кто из финалистов стал победителем конкурса проекта «Школа Росатома». 18 ноября в Заречном Пензенской области подведут окончательные итоги конкурса учителей в рамках проекта «Школа Росатома». Пожелаем нашим педагогам победы. О результатах этого конкурса обязательно расскажет Новоуральская вещательная компания. Наталья Ребрещева, Николай Ларионов, Новоуральская вещательная компания. Уже не первый год в стенах Дома культуры УХК существует проект «Музыкальная гостиная». Сюда приходят те, кто хочет отдохнуть душой, расслабиться после трудовых будней и погрузиться в завораживающий мир музыки. Наша съемочная группа побывала на одной из таких музыкальных гостиной. Впечатлениями делится Ольга Воинова. Почти 200 лет назад Авербах Бертольд, известный немецкий писатель, произнес фразу, которая актуальна и в наше время. Музыка – единственный всемирный язык. Его не надо переводить. На нем душа говорит с душой. Раз в месяц любители академического пения собираются на традиционных вечерах музыки в ДК УХК. Репертуар, он бывает достаточно разнообразен. То есть, вот первая музыкальная гостиная, которую мы открыли этот сезон в октябре месяце, она включала в себя абсолютно такие классические, серьезные произведения. Там были арии из опер, арии из оперет, какие-то дуэты достаточно сложные, которые, наверное, можно услышать только в профессиональном театре или в филармонии. Сегодня у нас романсы 19 века, русские романсы именно тех композиторов, которые зародили этот жанр, который до сих пор существует и очень любим в России, наверное, не только. На творческих вечерах в музыкальной гостиной выступают те, кто занимается академическим пением в стенах ДКУХК. Несмотря на то, что пение для них это не основная деятельность, они зачастую обходят профессионалов, завоевывают призовые места и лауреатства на различных конкурсах и фестивалях, как регионального, так и федерального масштаба. Следующая традиционная музыкальная гостиная пройдет в субботу, 5 декабря, в 17.00. На ней будет выступать Ольга Лап, так полюбившаяся новоуральцам. Оля Лап, она у нас лауреат первой степени очень престижного и большого конкурса в Екатеринбурге, который называется «Адмиралтейская звезда». Ольга Войнова, Юрий Михайлов, Новоуральская вещательная компания. Сегодня, сразу после выпуска новостей, смотрите программу «Объективно о спорте». Мой коллега Евгений Бурин расскажет о последних спортивных событиях нашего города. А далее эфир НГК продолжит программа Антона Сапогова «Раздумья ЖКХ». Из нее вы узнаете о ходе капитальных ремонтов жилых домов муниципалитета Горнозаводского округа. В завершении выпуска напоминаем о том, что в телевизионной сетке новоуральской вещательной компании произошли изменения. В пятницу программу «Поздравляю!» смотрите в 18.10 на канале ОТВ. А информационно-аналитическая программа «Объектив. Итоги» выйдет в 21.30. Далее погода и афиши киноцентра «Ниева». Оставайтесь с нами. Всего вам доброго и только хороших вам новостей! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова